МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Испытания зимой не выдержали. Подрядные организации должны выполнять все мероприятия по устранению данных дефектов. Дороги, которые отремонтировали в прошлом сезоне, начали приходить в негодность. Машины проваливаются. У меня есть привычка в выходной день покататься по городу и где-нибудь провалиться полностью подвеской в ту или иную яму. Прогулялась по грязи. Мэр Оксана Фадина проинспектировала самые проблемные затопленные места Омска. Встретили с кулаками. Пошли волн. Проверка мышечного положения. Видишь, что у вас ничего нет. Судебные приставы отправились вред по должникам. За холодную воду мечи задолжали 450 миллионов рублей. Инвестиционные проекты на 30 миллиардов без вреда экологии. Александр Бурков побывал на предприятиях группы компании «Титан». И запустят культурные шаттлы. Формы самые разнообразные. Это концерты, мастер-классы, это лекции, это воркшопы. В ночь в музее в Омске будет работать специальный автобусный маршрут. Какие еще сюрпризы приготовили для участников акции? Испытания зимой не выдержали. Асфальтовое покрытие, которое положили в регионе в прошлом сезоне, начало разрушаться. На нем уже появляются ямы и колеи. В некоторых местах стали проявляться трещины. Последствия первой зимовки сегодня оценили специалисты регионального Минстроя. Ревизоры вместе с подрядчиками и журналистами отправились в рейд на проспект Мира, который дорожники компании ремонтировали в 2016 и 2017 годах. Результаты осмотра оказались неутешительными. Дорожное полотно стало крошиться. В нескольких местах автомобили продавили в асфальте колею. Между полосами асфальта проявились ямы, а ливневые стоки работают плохо. Устранять все недочеты строительным компаниям придется за свой счет. Дороги все еще находятся на гарантийном обслуживании. Более того, когда строители заменят асфальт на проспекте Мира, отчет четырехлетнего срока гарантии стартует заново. По мнению специалистов, это мотивирует строителей качественнее выполнять свою работу. От телецентра до улицы Доковска эти работы выполнялись в 2016 году. Уже прошло два года этим участкам. От Доковска до Николаевки в 2017. Но гарантийные обязательства по данным участкам составляют четыре года. Поэтому в любом случае, хоть год, хоть два с момента ввода в эксплуатацию участка, это не меняет ситуации. Подрядные организации должны выполнять все мероприятия по устранению данных дефектов. В этом году Омск вновь ждет масштабная кампания по ремонту дорог. Новый асфальт появится на 37 городских магистралях. Самая серьезная работа ожидает специалистов на Красном пути проспекте Маркса. На их ремонт потратят около 200 миллионов рублей. Впрочем, обновленное покрытие появится не только в центре города, но и ближе к его окраинам. Так в списке значатся улица Доковска и объездная дорога около аэропорта. А пока дорожники инспектировали городские магистрали в межквартальных проездах, асфальт в буквальном смысле начал трещать по швам, где-то даже проваливаться. Так, вблизи остановки городок Водников на одной из дорог образовалась яма глубиной почти 30 сантиметров, что в шесть раз превышает установленные ГОСТы. В дорожную ловушку уже попало несколько машин, как говорят водителям. На большую выбоину из-за плотного слоя грязи сложно заметить издалека, а когда хотя бы одно колесо застревает в разломе, выбраться из него просто невозможно. Я ехал с низкой скоростью, потому что грязно. Скорость была порядка 30 километров в час, не больше. Я проваливаюсь в яму, я пытаюсь выехать, я еще глубже в нее попадаю. Это вопиющее состояние дорожного покрытия. Отмечивается высокой интенсивности движения. Яма продолжает разрастаться, чтобы не проколоть колеса острыми камнями, которыми, кстати, огромную выбоину засыпают несколько дней назад. Водителям приходится объезжать ее практически по парковкам. Проваливается в ямы мэр Омска Оксана Фадина. В этом она призналась сегодня, когда инспектировала проблемные участки города, которые ежегодно затапливают в период паводка. Сегодня Фадина побывала возле пересечения Красноярского тракта и проспекта Королева. Здесь была прочищена и отогретая горячей водой ливневая канализация, а также заменимые трубы, из-за маленького диаметра которых вода не могла уходить в необходимом объеме и затапливала как дорогу, так и тротуары. Впрочем, мешки с песком вдоль магистрали все же уложили на всякий случай. По словам Оксаны Фадиной, город будет максимально подготовлен к активному таянию снега. Однако пока проблемы есть. Так в соцсетях и мячи жалуются на огромную лужу между остановкой и автовокзалом. Пройти здесь, не замочив ног, просто невозможно. А ведь потом еще приходится стоять на улице в ожидании автобуса. Прокомментировала мэр и случай с машиной скорой помощи, которая накануне застряла в грязи во дворе дома на левом берегу. Бригада медиков ехала на вызов, но из-за ямы на дороге задержалась. Только благодаря прохожим транспорт смогли вытолкать. У меня есть привычка в выходной день покататься по городу и где-нибудь провалиться полностью подвеской в ту или иную яму. Меня очень расстроила вчера ситуация. Я смотрела в средствах массовой информации. Скорая помощь не проехала у нас. Это, конечно, недопустимо. Поэтому в понедельник аппаратное мое будет посвящено именно этому. Сейчас у нас уже, начиная с апреля, начался прием заявок по приведению в соответствие придомовых территорий. Заходить будем, конечно, в придомовые территории. Там, где ситуация, вот как вчера мы видели, наиболее критическая. Граната, найденная школьникам в центре Тары, оказалась учебная снаряда, которым подросток сообщил полицейским, не представлял никакой опасности. Это подтвердили саперы. Экстренно вызванные в Тару из Омска. Напомню, утром четвероклассник заметил гранату, привязанную к двери местного кафе. Он оборвал веревку, положил боеприпас на землю и отправился в отделение полиции. В результате площадь возле кафе отцепили, а гранату передали на обследование специалиста. Теперь поисками шутников, подвесивших гранату на дверь кафе, займутся следователи. А со школьником уже провели беседу, чтобы впредь он так безумно не рисковал своей жизнью. Он свой поступок, то, что он взял ее в руки, объяснял тем, что посчитал, что она боевая. И вот решил, чтобы никто не пострадал, скажем так, положить ее на крыльцо и сообщить о случившемся сотрудникам полиции. После того, как мы ему спросили, что думают его родители по этому поводу, он сказал, что, конечно, мама заплакала, сказал, что не надо так делать. После встречи с президентом Путиным рейтинг главы региона Александра Буркова пошел вверх. За месяц руководитель области переместился с 32 на 26 место и закрепился в категории глав регионов с сильным влиянием. Рейтинг подготовило агентство политических и экономических коммуникаций. По мнению аналитиков, на укрепление позиции Александра Буркова повлияло сообщение о выделении дополнительных средств региону. Такое решение было принято после рабочей встречи руководителя области с Владимиром Путиным. Она прошла 12 марта в Краснодаре. Напомню, по ее итогам, наш регион получит федеральные субсидии на ремонт школ и строительство детских садов. Кроме того, по словам Александра Буркова, есть договоренность о приобретении специальной медицинской установки стоимостью в 100 миллионов рублей, которая позволит проводить полный спектр сосудистых процедур, а также завершение строительства поликлиники на Левобережье. Глава региона Александр Бурков отстранил от исполнения обязанностей начальника управления по работе с обращениями граждан Анастасию Зайцеву. Губернатор остался недоволен тем, что в управлении подолгу игнорируют обращения мечей, а если и отвечают, то иначе как отписками это не назвать. Цитирую. И сегодня же стало известно, что свой пост покидает начальник главного управления информационной политики региона Станислав Сумароков. Подал в отставку по собственному желанию. 9 апреля у него последний рабочий день, уезжать из Омска. Сумароков не собирается, комментируя свое заявление по собственному желанию. Он сказал журналистам, что в ближайших планах отдохнуть, набраться сил и решить, где продолжить работу. Вместо начальника ГУИП с приставкой исполняющей обязанности пока займет руководитель пресс-службы губернатора Анастасия Гулеватенко. Нарушение при согласии на вырубку лесов в Тарском районе обнаружила прокуратура области. Надзорное ведомство обратилось в суд для расторжения договора между главным управлением лесного хозяйства региона с бизнесменом Николаем Скляровым, директором компании «Форст-55». Это один из крупнейших арендаторов леса. Напомню, мы уже рассказывали о нарушениях, которые были выявлены в Тарском районе. При этом, по делянам, совместно с активистами Общероссийского народного фронта участвовала и наша съемочная группа. Нарекание со стороны общественников вызвал в том числе проект лесоустройства предпринимателя. Изначально он арендовал лесный участок, на котором мог вырубить и вывезти всего 40 кубометров леса. Однако уже через год эта цифра выросла более чем в 100 раз, до 4100 кубометров. Стало это возможным после того, как бизнесмен заказал новый проект лесоустройства. При этом вносить изменения он мог не с согласия Главного управления лесного хозяйства области, а если бы позволил суд. Этой организацией было заключено дополнительное соглашение к действующему договору аренды, которым вот эти параметры использованы на лесов, то есть объем рубок лесных насаждений, годовой объем и годовой объем арендной платы были существенно изменены. Арендная плата возросла в 60 раз, а объем, который позволена организация заготавливать, в 99 раз. В связи с этим, в связи с тем, что была нарушена процедура заключения такого дополнительного соглашения, заместитель прокурора области направил в арбитражный суд Томской области заявление о признании данного соглашения недействительным. Напомним, активная борьба с незаконными вырубками на севере области началась после личного вмешательства руководителя региона. Еще в ноябре Александр Бурков призвал правоохранительные органы, а также правительственные структуры пристальнее следить за работой общественников и реагировать на сигналы с их стороны. Более 450 миллионов рублей задолжали мечи за холодную воду. Судебные приставы сотрудники водоканала отправились в совместный рейд подложника. Такие проходят практически ежедневно. Меры принимают радикальные, неплательщиков не выпускают за границу, арестовывают банковские счета и описывают имущество. Однако свои вещи некоторые неплательщики отстаивают кулаками. Юлия Думанова убедилась в этом. Сотрудники водоканала и судебные приставы рейд сегодня проводят вечером. Надеются, что в это время все должники будут уже дома. Планируют обойти 8 квартир. Общая сумма долга — 40 тысяч рублей. В этой квартире не платят за холодную воду почти два года. Дверь открывает хозяин дома. Он не работает. Живет вместе с 80-летней мамой. Ее пенсия — единственный источник дохода в семье. За должность у вас знаете? Да, да, да. Знаем. Мы погасим. Деньги получим. И за границу мне это займет, и я погасим. Приставы обещаниям не верят и проходят в жилье. Смотрят, есть ли вещи, которые можно арестовать. Предметы первой необходимости — газовая плита, спальное место, шкаф, стол и стул — исключение. Пенсионерка защищает нажитое. И я чудово. Все нормально. Нормально. Пошли волн. Проверка мышечного положения. Видишь, что у вас ничего нет. Арестовывать в этом доме нечего, поэтому приставы удержат половину пенсии хозяйки дома. Канализацию сейчас не отключают, ни сезон. В холодное время заглушка может повредить сети. Сезон приставы, соседа, кто сказал, что адрес, там дымоком находится. Приставы идут дальше. В этой трехкомнатной квартире новые пластиковые окна, решетки, хороший ремонт и долг 6 тысяч рублей. Согласно документам квитанции за холодную воду, здесь не оплачивали три года. Как я могла не оплачивать три года? Не знаю, как вы могли не оплачивать. Я оплачила, мы и спрашиваем. Впрочем, судебное решение уже вынесено, а значит, заплатить придется. Приставы говорят, арест имущества — самая действенная мера. Как правило, должники сразу же находят деньги и платят по счетам. Вещи оставляют на хранение владельцам. Правда, только на 10 дней. Через 10 дней имущество изымается, передается в торгующую соответствующую организацию, где происходит дальнейшая реализация имущества в счет погашения задолженности. Мы просим не доводить дело до судебного решения, так как при получении исполнительного листа либо судебного приказа бремя материальной ответственности должника возрастает на сумму госпошлины, а также на сумму исполнительского сбора, который составляет 7%, но не менее 1000 рублей. Водоканале отмечают, лучше до судебного производства не дотягивать. Если денег на оплату долга нет, нужно оформить рассрочку на несколько месяцев. Она беспроцентная. Ну а приставы уже завтра вновь выйдут в рейд. Квартиры должников они будут обходить с 6 утра и до 10 часов вечера. Юлия Думанова и Дмитрий Хромцов, 12 канал. Уникальные проекты по меркам не только региона, но и всей страны собираются воплотить на производственных площадках группы компаний «Титан». На Омском Каучуке до конца года восстановят выпуск фенола и цитона на полностью обновленных мощностях. Код модернизации оценил глава региона Александр Бурков и своих планах руководства «Титан» рассказал на совещании. Речь идет также о строительстве нового производства из-за пропиловала спирта мощностью 60 тысяч тонн в год, как следующего уровня передела сырья. За ним последует выпуск цепочки высокомаржинальной продукции, в том числе эпоксидных смол и композиций на их основе. Инвестпроекты собираются реализовывать в рамках Омского нефтехимического кластера в четыре этапа до 2022 года. Общий объем инвестиций оценивается в 30 миллиардов рублей. Это действительно глобальный проект. Если мы реализуем, доведем до конца проект выпуска, увязки двух кластеров, и агробиотехнологического, и нефтехимического, мы будем, наверное, первые в стране. И синергия будет колоссальная, как по бюджетной отдаче, как по социальным проектам, и самое главное, как бизнес-структура, которая останется на века на территории Омской области. Один из плюсов модернизации – экологичность производства. Титана уже удалось снизить концентрацию вредных веществ в стоках Омского манкаучука в тысячу раз. В отношении выбросов в атмосферу ситуация аналогичная. Вот сейчас за счет применения зеленых технологий экологическая нагрузка на окружающую среду будет еще ниже. При вводе фенола, с учетом того, что мы переходим на безотходную технологию, если у нас применялся технологии хлористый алюминий, то сейчас этого продукта уже не будет. Это говорит о том, что нам не надо ни специальных кладбищ, ни специальных полигонов. Эта продукция будет с минимальным воздействием на экологию. Если можно пересчитать в тона, что это в 100 с лишним раз сокращение того воздействия, которое было, в принципе, до этого. И смотрите во второй части выпуска. Продают тайком. Машина, шум, и вода по запарке рядом лежала. Кто устроил бой черным торговцам и, как и мечи, могут пресечь незаконную продажу алкоголя. Запустят культурные шаттлы. Формы самые разнообразные. Это концерты, мастер-классы, это лекции, это воркшопы. В ночь в музее в Омске будет работать специальный автобусный маршрут. Какие еще сюрпризы приготовили для участников акции. И кто сказал, что рыбалка не женское дело, а мечка Виктория Бурмистрова одержала победу на престижных соревнованиях по рыболовному спорту. У девушки лучший результат в личном зачете. На незаконную торговлю алкоголем и мечи могут пожаловаться в народный контроль. Это партийный проект «Единая Россия», стартовавший в нашем регионе. Бой черным торговцам активисты намерены дать контрольными закупками при участии полицейских и журналистов. Как правило, в результате таких покупок контрафакт на алкоголь изымают, о предприимчивых торговцах наказывают многотысячными штрафами. Так что торговать становится невыгодно. Анна Кокорина продолжит. Каждый вечер у этого неприметного киоска на 7-й Северной толпятся люди. Ассортимент товара велик – от соли и сахара до бутылочки пенного. О крепком алкоголе ни слова. Впрочем, постоянные покупатели о дополнительных услугах знают и регулярно затариваются спиртным. Так что словно на автомате бутылку водки здесь без лишних вопросов продали и активистам народного контроля. Судя из разговора, запас горячительного в киоске имеется. Однако проверить это не удается. Внутрь магазина участкового и бригады журналистов пускают, но с приличной задержкой. Так что среди залежей товара только легальный ассортимент. Объяснение находит и продавец. Уверяет, по запарке продал свою бутылку. Первый раз вот так, не понял толку, что он спросил, что машину пшел и подал по запарке реальный электрон. Но даже продуманная легенда не позволяет уйти от ответственности. Санкции за данное административное повышение предусмотрено у нас статьей 14.16 и наказание в виде административного штрафа от 20 тысяч рублей. Если она будет повторяться, вновь и вновь мы будем сюда возвращаться и, соответственно, принимать меры административного либо уголовного реагирования. А контрольные закупки будут. Их завидной регулярностью обещают проводить активисты народного контроля нового проекта «Единой России». По их данным, таких лавочек с доп. услугами по городу несколько десятков. При этом в каждой затариваются не только местные жители, но и заезжие покупатели. Они же нередко устраивают драки. Так что такое соседство добропорядочных горожан не устраивает. Мы занимаемся мониторингом таких вещей, да, сами, так как у нас в народном контроле это все бывшие сотрудники, то есть кто там в комитете, кто в госнаркоконтроле работал, вот, поэтому мы немножко знаем, как работать и что нужно делать. Будем постоянно проводить сейчас закупки в таких точках, местах, то есть, да, алкоголь, где продается нелегально, при этом, что нет ни вакциз никаких, никаких там, грубо, опознавательных знаков, даже, грубо, на бутылках. Сообщить о незаконной торговле алкоголем могут и сами Амичи. Специально для них действует горячая линия по телефону 50-20-30. Анна Кокорина, Сергей Гаев, 12 канал. Автобусный маршрут свяжет 11 музеев Омска. Правда, всего на одну ночь. Так в городе планируют отметить ночь музеев. Об этом сегодня рассказали организаторы акции на пресс-конференции. Впервые картины галереи, выставочные залы, культурные центры станут частью единого экскурсионного маршрута «Ночь музеев. Лучшее время для чудес». В линию спецавтобусы, украшенные логотипами акции, выйдут 19 мая в 6 часов вечера и будут курсировать каждые 15 минут до часу ночи между культурными центрами Омска, среди которых музей Меневрубеля, Краеведческий и исторический парк, Либеровцентр и другие сокровищницы города. При этом в каждом из автобусов, их организаторы акции называют шаттлами, будет работать экскурсовод. И всего за один час поездки горожане смогут узнать историю омских музеев. Проездные билеты в продажу поступят уже с завтрашнего дня. Их цена символическая – всего 50 рублей. Правда, с 1 мая эти билеты подорожают ровно вдвое. Примечательно, что продаж билетов остановят за несколько дней до старта акции, чтобы организаторы смогли рассчитать необходимое количество шаттлов. Приобретая билет на шаттл, вы, помимо всего прочего, получаете дополнительный сервис в виде буклета с полной программой всех музеев. И, что немаловажно, вы получаете 50% скидку на посещение любой музейной программы. Формы самые разнообразные. Это концерты, мастер-классы, это лекции, это воркшопы. То есть, самые разнообразные формы. И вся эта программа, она, естественно, мы будем знакомить с программой каждого музея в отдельности. Добавлю, ночь музеев пройдет и в регионе. В прошлом году участниками акции стали 15 тысяч жителей. В этом году все 40 музеев Омской области готовят особые программы и надеются на повышенный интерес. А сейчас время новостей спорта. В студии появляется мой коллега Алексей Дарьев. Привет, Алексей. Привет, Даша. Я знаю, что нашего мяча признали лучшим гандболистом России. Это правда? Так и есть. Действительно, лучшим гандболистом страны стал именно наш земляк. Только вот, увы, уже не первый год выступает он не за наш скиф, а за один из московских клубов. Подробности через несколько секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где в городе Миас проходила всероссийская зимняя спартакяда среди глухих спортсменов. Участники съехались на Урал из 16 регионов страны. Борьбу за награды вели более 200 лыжников, ноубордистов, хоккеистов и горных лыжников. Амичи Эльмира Сулейменова и Филипп Марамыгин выступали в лыжных гонках и отработали блестяще. Юношам организаторы предложили три дистанции, и на каждый Филипп был лучшим. В гонке классическим стилем на 5 километров Амич выиграл золото. В забеге на 5 километров свободным стилем Филипп вновь оставил всех конкурентов за спиной. Не было равных нашему земляку и в заключительной гонке спартакяда. Попасть в число призеров на Миасской лыжне удалось и Эльмире Сулейменовой. Наша землячка замкнула призовую тройку на трехкилометровой дистанции классикой и стала обладательницей бронзовой награды. Завершился чемпионат Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах. Звания сильнейших шпажистов в Сибири оспаривали более сотни спортсменов из Омской, Новосибирской, Томской областей, а также Костноярского края. Кроме того, параллельно с чемпионатом проходил и областной турнир по фехтованию памяти Аганеса Крикорианца. О мячам как хозяевам турнира удалось заявить о себе достаточно громко. Наши мужчины Иван Васильев, Сергей Костенко, Николай Крикорианц и Никита Шикирун взяли золото в командных соревнованиях. Лучшими наши шпажисты оказались и в личном зачете. Чемпионом Сибири стал Денис Степанов. В финале со счетом 15-11 победивший Никиту Шикируна. Бронзовая награда досталась Ивану Васильеву. У женщин лучшей командой турнира стала сборная Новосибирской области. А Мичке, Дарья Дияшина, Валерия Кущей, Мария Недошковская и Дарья Романова завоевали серебряные награды. Кроме того, Дарье Романовой удалось подняться на пьедестал и в личном первенстве. Она стала третьей. На мемориале заслуженного тренера России Аганеса Крикорианца омским спортсменам удалось завоевать три награды. Обладателями бронзовых медалей стала соблистка Елизавета Журавлева и юные мастера шпаги Ева Радул и Александр Балалаев. Амичка Виктория Бурмистрова одержала победу на престижных соревнованиях по рыболовному спорту, завершившихся на Урале. Турнир, собравший в Кургане полторы сотни спортсменов, проходил на местном Орловском водохранилище. Участники выявляли сильнейших в дисциплине ловля на мормышку со льда. В составе сборной Омской области на Урал отправились Андрей Федоров, Игорь Пегасин, Игорь Кулик, Дмитрий Павлов, Валерий Стрягин и Виктория Бурмистрова. К сожалению, нашим мужчинам на этот раз не удалось войти в число сильнейших. Омская команда заняла 24 место. Лучшим личником стал Дмитрий Павлов, ставший 23-м. А вот у единственной женщины в составе Омской команды рыбалка, что называется, пошла. Виктории Бурмистровой удалось вытащить рыбы на 903 грамма чистого веса. А этот результат оказался лучшим в личном зачете. Есть такая шутка. Рыболовы бывают двух видов. Одни смотрят на это занятие как на спорт, другим действительно удается что-то поймать. А вот Виктория Бурмистрова с блеском совмещает и то, и другое. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Еще одна спортивная тема при ислении до Киселева лучшим игрокам авангарда вручат 19 апреля. Торжественная церемония пройдет на Оренемск в 7 часов вечера и обещает стать по-настоящему красочным шоу для болельщиков. Бесплатные билеты горожане смогут взять в кассах арены после 10 апреля. Пока же любители хоккея должны определиться с именами лучших игроков сезона. На официальном сайте клуба продолжается голосование. Его итоги организаторы подведут 16 апреля. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Матрасы Дрим по уникальной цене. Только у нас. Виктория Мебель. Одеться стильно для женщины является наилучшей возможностью выражения своей индивидуальности. В этом вам поможет БелАрт. Женская одежда российского производства. БелАрт. Континент 2. Бутик 208. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Халил раньше Сергей из колоссовки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь карамель Баян Сулу всего 99 рублей за килограмм. Вот это цены. Ассортимент какой. Все есть. От картофеля до лопаты. Кредиты сегодня берут часто, причем на крупные суммы. Так, средний размер одного кредита в 2017 году по стране превысил 140 тысяч рублей. Но иногда даже этого недостаточно. На какую максимальную сумму претендуют клиенты банков, узнавала Татьяна Денисова. Сегодня в Банке Восточную предлагают различные формы кредитования. Мы предлагаем различные формы кредитования. Максимальную сумму от 300 тысяч до 30 миллионов рублей можно получить, оформив кредит под обеспечение недвижимости. При этом ставка начинается всего от 9,9 годовых. Условия кажутся заманчивыми, но многих может насторожить слово «залог». Оказывается, страхи остаться без квартиры, взяв кредит, абсолютно беспочвены. Оформление кредита под обеспечение не означает, что клиента выселят. Предмет залога остается в собственности владельца. Поэтому можно не опасаться остаться без квартиры. Наоборот, получив кредит, вы можете повысить комфортность своего жилья, купив, к примеру, новую мебель, технику или сделав ремонт. Поэтому все страхи это всего лишь результат незнания условий. Если у вас остались еще какие-либо сомнения касательно кредита под залог, то их с удовольствием развеют в банке «Восточный». Татьяна Денисова, Александр Саражин, 12 канал. И о погоде завтра. 6 апреля осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха в районах ночью минус 5,7, днем плюс 2, плюс 5. В Омске ночью до 4 градусов холода, днем 1,4 выше 0. Ветер умеренно, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Таковы новости этого четверга. Спасибо за внимание. Всего доброго. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин